Как вы уже догадались из названия видеоролика, это обновление 3.20.1.0. Оно в основном является закадровой подготовкой к использованию Steam Networking V2, по умолчанию. В бета-версии клиента Steam есть исправление для истекшего срока действия сертификата, выделенного с сервера любых хостов, использующих бета-версию. Примечания к обновлению. Итак, что же было добавлено? Создаваемые инструменты инвертаря Steam для удаления счетчиков убийств и модифайр тула. Пул источников звука для каждого игрока. Раньше был объединен в глобальный пул, и большинство одноразовых звуков, таких как кричание зомби, использовало это и снижало производительность, пропуская звуки, которые не были слышны. Если честно, я даже не знал, что такая банальная вещь присутствует в УНТ, когда события происходят без наличия игрока. Но теперь это пофикшено, что намного лучше сказывается на работе сервера. Ну и помимо этого был добавлен флаг командной строки, разрешающий подключение сети сокетов в Steam без аутентификации. Вот, кстати, сам флаг, кому понадобится. Но мы переходим к изменениям. Теперь можно отключать эффекты Рэгдолла для большего стелса. Для тех, кто в танке, простой пример. Эффект Рэгдолла – это заморозка трупа после убийства того же зомби. В общем, обычный шляпный визуальный эффект. Steam Networking Socket теперь ожидает доступ для аутентификации перед подключением. Для телепортации в какую-либо локацию используется ближайшее местоположение, а не самая высокая точка, как это было раньше. Теперь ведется лог при сбое коннекта к серверу, когда срок действия токена истек. Перехват исключений во время выполнения команд. Сделано для защиты от проблем с запуском команды. И плавно переходим к исправлениям. Команды админа в чек-листе запуска. Обновление суммы при смене вендора с разными типами валюты. Это касается торговых NPC. Компоненты, использующих IMGUI, отключают передачу макета. И, наконец-то, разрушенная техника не сгорает после повторного подключения к серверу. Многие админы ломали над этим голову. Даже есть пару плагинов, которые фиксили эти проблемки. Но вот теперь все это, наконец-то, по фикшена. И Rocket плагин больше не занимает злота на сервере. Мало кто заметил, но иногда можно было увидеть кучу серверов с одним человеком. При переходе на который сервер оказывался пустым. Так вот, это был Rocket. Вот это поворот! На этом основной блок заканчивается. Помимо всего этого, была добавлена бета-версия Unity 2019 LTS, которая улучшает производительность. Об этом я уже говорил. Но пока есть ошибки, поэтому она находится в тестовом режиме. Что ж, будем ждать. А на этом все. С вами был Эстерн. Спасибо за просмотр. Оставляй любой комментарий. Ставь лайк. Если не понравилось, ставь дизлайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok